Здравствуйте! С Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Для многих бытовых приборов экран имеет первостепенное значение. Очень важно, насколько хорошо он считывается, насколько полно на нем отображаются данные. Не важны также углы обзора и потребления экраном электроэнергии. Сегодня в нашей лаборатории станция с оригинальным цветным вакуумным люминесцентным дисплеем VFD. Кроме этой особенности станция обладает еще рядом интересных потребительских качеств. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому, не теряя времени, перейдем к обзору метеостанции Ассистент H1976. Упаковка станции простая, но достаточно надежная. Так как изделие адресовано в том числе и для отечественного рынка, заводская инструкция представлена на русском и украинском языках. Также в коробке находится сама станция, внешний датчик температуры и влажности, крепежный комплект, адаптер сетевого питания 220 вольт и комплект батареек. Корпус станции из черного матового пластика. Полностью зеркальная передняя панель скрывает высокий узкий VFD экран. Благодаря такой удлиненной форме и зеркальной поверхности станция напоминает игрушечный небоскреб. Прибор предназначен для установки только на горизонтальной плоскости. Сзади корпуса станции расположена стойка упор, которая обеспечивает устойчивость прибора. Там же сзади корпуса расположились 7 кнопок управления станцией, переключатель режимов яркости дисплея, лючок отсека элементов резервного питания и разъем адаптера питания. Питание станции осуществляется с помощью сетевого адаптера, а для обеспечения питания во время отключения основного источника применяются две литиевые батарейки типа LR44. Экран станции имеет диагональ более 5,5 дюймов, он очень хорошо читаемый и разделен на несколько зон. В верхней части экрана располагаются часы, ниже пиктограмма прогноза погоды и цветная гистограмма атмосферного давления. Далее следует индикатор лунных фаз и зона показаний внутреннего и внешнего термогидродатчиков. Там же внизу расположены цветные индикаторы, служащие для визуализации показаний датчиков. Красный индикатор в зависимости от режима отражает соответствующую внешнюю и внутреннюю температуру, индекс жары или точку росы. Аналогично синий индикатор показывает влажность в помещении и на улице. Температура может измеряться по шкале Цельсия либо Фаренгейта. Влажность выражается в процентах. Регулировка яркости экрана может осуществляться как с помощью вышеупомянутого переключателя, так и в автоматическом режиме. В этом случае яркость дисплея регулируется автоматически в соответствии с освещенностью помещения. Она определяется датчиком, расположенным в верхней части корпуса прибора. Автоматический режим наиболее предпочтителен и применяется для экономии электроэнергии. Назначение основных кнопок на станции вполне понятно и обычно для приборов такого класса. Обращу ваше внимание лишь на кропку MEM, отвечающую за показ максимальных и минимальных значений влажности и температуры, а также за очистку памяти. Стоит упомянуть кнопку HEAD INDEX, DUE POINT, которая отвечает за показ индекса жары и точки росы. Кроме основных кнопок управления, у станции имеется еще одна. Она расположена сверху прибора и отвечает за поиск внешних датчиков и переключение каналов связи с ними. Также с ее помощью можно отправить будильник в режим «дремать». Исходя из данных об изменении атмосферного давления, станция предсказывает погоду, отображая такие пиктограммы «ясно», «облачно», «пасмурно», «дождь», «гроза». Прогноз ориентирован на ближайшие полсуток-сутки и относится к территории в радиусе 30-50 км от места расположения станции. При правильной настройке степень достоверности прогноза порядка 75%. Предварительная настройка станции очень проста. Вам необходимо, используя кнопку CLOCK, войти в меню настройки и ввести текущий прогноз погоды как исходный. Вот и все. Часы у станции с кварцевой стабилизацией. Их установка производится в ручном режиме. К станции могут быть подключены до трех внешних термогидродатчиков. При этом возможно циклическое с интервалом 5 секунд отображение данных с этих датчиков, а также с внутреннего датчика. Ну и уже раз речь пошла о датчиках, рассмотрим внимательно термогидродатчик, входящий в комплект. Он выполнен из того же темного пластика, что и корпус станции. С обратной стороны его корпуса находится закрепленный винтиками лючок отсека элементов питания, а с передней светодиодный индикатор, состояние и дюймовый жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются данные об измеряемой ими температуре и влажности. Для крепления датчика на стене или установки его на горизонтальной поверхности используется специальный монтажный кронштейн, который комплектуется датчиком. Датчик работает на частоте 434 МГц, а радиус его действия около 30 метров. Еще одной особенностью датчика является наличие выносного температурного сенсора, который соединен с датчиком проводом около трех метров в длину. Диапазон температуры измеряемой датчиком от минус двадцати до плюс шестидесяти градусов Цельсия, а влажность измеряется в пределах от двадцати до девяносто девяти процентов. Питание датчика осуществляется двумя элементами типа 3A. Давайте подведем общие итоги. Станция вполне оправдывает потребительские ожидания. Качество ее изготовления хорошее, а настройка не представляет никакой сложности. VFD дисплей станции чрезвычайно яркий, контрастный и четкий. Благодаря этому и удачной анимации, вспомогательным гистограммам и индикаторам обеспечивается отличное восприятие информации, выводимой на экран. Внешний вид станции очень хорош, и она прекрасно дополнит собою современный интерьер. Единственное о чем придется сожалеть, это об отсутствии у станции модуля радиосинхронизации времени и цифровых данных об атмосферном давлении. В остальном же Assistant H1976 это достойный пример элегантности и практичности. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова